Это очень интересный вопрос. Ориентироваться нам на тест IELTS при написании сочинения 2022 или нет? Добрый день, с вами Татьяна Беннетт. 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 Если вы хотите перефразировать, то обязательно нужно делать точно такое же перефразирование, как в IELTS. Задание разное. Перефразирование тоже должно быть разным. Теперь я демонстрирую первые три абзаца. Третий абзац мы будем обсуждать в следующем видео. Я его еще пока не опубликовала и подробно буду говорить там об этом абзаце. Но здесь я хочу сказать следующее. Второй и второй и третий абзаце будут самыми сложными, как мне кажется. вокруг них уже какие-то начались вопросы, как это все описывать, как говорить о главном, как сравнивать и так далее. Ну, я могу сказать следующее. Опять в IELTS тоже описывают, в IELTS тоже сравнивают и, наверное, можно писать примерно, потому что у нас все-таки задания все равно разные. Примерно что-то, какие-то аспекты, описание в этих двух абзацах брать такими же, как в IELTS. Можно. Но это не все, что можно здесь делать. Здесь можно по-разному подойти к написанию этих двух абзацев. И я бы очень хотела, чтобы вы обратили на это внимание. Об этом я крайне подробно буду рассказывать на своем курсе по написанию эссе. И поэтому пока в методических материалах, в FIPI, не будет написано, что вот в этом абзаце пишите только это, а вот в этом абзаце только это пишите. Вот тогда будет понятно, что нам нужно ориентироваться там на IELTS или не на IELTS. Из всего этого мы делаем какой вывод? Ну, во-первых, мой диагноз. В этом задании вообще нет ничего общего с IELTS. Ну, кроме того, что здесь присутствуют там графики, хотя здесь даже не графики, а таблички с процентами. И, ну, вообще-то графики присутствуют, и вообще математика много где присутствует. В ЖМАТ, например, присутствует. Ну, мы же не говорим, что надо делать. Ну, я утрирую, конечно, но все-таки. Вот, в общем, у диагностиков ничего общего нет. Есть только такое поверхностное сходство. Дальше, если мы хотим понять, насколько вообще надо и надо ли говорить здесь об этом тесте IELTS, для этого нужно, первое, очень внимательно прочитать задания IELTS и задания ЕГЭ, сравнить их. Ну, мы это сделали, собственно говоря. И вообще очень внимательно посмотреть сами материалы, на основе которых вы будете писать это задание. Внимательнее сравнить, и тогда будет понятно, что все-таки, ну, практически ничего общего здесь нет. Хотя такая внешняя сторона, она кажется, что действительно все сделано на основе такого самого теста. Ну, и последнее, что я хочу сказать, дорогие друзья, не забывайте, что 19 сентября я провожу первый вводный вебинар. Он будет бесплатным в закрытой группе ВКонтакте в 12. И он будет в основном посвящен моему новому видеокурсу «Пример написания СН» на основе таблицы диаграмм «Системный подход». Ну, вот мое последнее название этого видеокурса. Я пока обдумывала, каким он у меня будет. Я придумывала там несколько разных названий, но все-таки вот название будет таким. Если вас интересуют эти графики, если вы готовитесь или готовите школьников к ЕГЭ, то, возможно, вас интересует также и этот курс, ну и вводный урок прежде всего. Дорогие друзья, до следующего видео. Спасибо вам за все ваши комментарии замечательные, за все ваши вопросы. Пишите ваши комментарии, вопросы и замечания, если что-то привлекло ваше внимание здесь. И следующее видео будет посвящено третьему абзацу, дальше будет продолжение, ну и дальше мы еще будем с вами говорить о этой работе. Всего доброго, спасибо за внимание. Спасибо.